Плавали, знакомились с устройством оружия и даже успели примерить военную форму. В канун Дня моряка-подводника, который будет отмечаться в эту субботу, в Самаре прошла особая зорница. Ее участниками стали воспитанники интернатов и детских домов. Николай Козлов оценил уровень физической подготовки молодого поколения. Умение плавать для моряка в числе ключевых, поэтому зорница, посвященная Дню моряка-подводника, началась с бассейна. А еще участникам состязания, это воспитанники школ, интернатов и детских домов, предлагалось проверить свою выносливость, умение разбирать и собирать автомат, надевать армейские ремени и плащ-палатку. Военно-прикладными все этапы зорницы можно назвать смело, но этот этап имеет особое значение, ведь от скорости снаряжения магазина в экстремальной ситуации зависит очень многое. На этом этапе отличились воспитанники Чапаевского интерната. У Руслана Хагая патроны будто сами впрыгивают в магазин. Говорит, помогли занятия в военно-патриотическом клубе, который основали ветераны морской пехоты. Я занимаюсь в клубе «Городомарины». Алексей Борисович учит нас всех собирать и разбирать автоматы и сборка-разборка магазина. Я всегда говорил и говорю, что морская пехота – это состояние души, которое остается на всю жизнь. Основная задача морских пехотинцев сегодня в Самаре – это организовать достойную работу по военно-патриотическому воспитанию среди детей, сирот и трудных подростков, с тем, чтобы вырастить достойную нам смену, которая в дальнейшем смогла бы защищать нашу Родину. На Зорнице дети могли пообщаться не только с ветеранами-морпехами, но и с героем-подводником. Главный ботсман атомной подводной лодки Игорь Николаевич Балыкин несколько раз бывал в дальних походах. О пребывании на Северном полюсе вспоминает с улыбкой. Как бы не первый раз мы ходили на Северный полюс, хотелось все-таки как бы в Северный полюс увидеть белых медведей. И при очередном всплытии мы всплыли, вышли наверх на мостик и увидели белого медведя. Хотели его подкормить, может он наш черных испугался, может что. То есть дали ему кусок хлеба, он понюхал, развернулся и пошел в освоясье как бы. Мы, наверное, его потревожили. Мы вовлекаем в процесс военно-патриотического воспитания высшую школу, общественную организацию, неравнодушных людей и дети это видят. Хороший пример и в самом деле заразителен. Руслан из Чапаевска мечтает попасть в морскую пехоту. Для воспитанника интерната это может стать прекрасным социальным лифтом. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии. Новости губернии.